Видеоконференция началась с обсуждения реализации программы «Комфортная городская среда». В ближайшее время ее ждут изменения. Голосование за то, какую общественную или дворовую территорию предстоит обустроить, будет теперь проходить в онлайн-формате. Данная возможность позволит более открыто, прозрачно жителям нашим высказать свое мнение о тех общественных пространствах, которые они хотят видеть благоустроенными в 2022 году. Но при этом все равно сохраняется возможность тем жителям, которые не имеют возможности или доступа к интернету, проголосовать по старинке с помощью бюллетня. То есть будут определены места голосования, где жители могут отдать свой голос. В этом году голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Онлайн-площадки позволят в реальном времени увидеть, сколько людей проголосовало и за благоустройство какой территории. Программа у нас реализуется уже с 2017 года. В этом году на программу выделено 325 миллионов только средств федеральной поддержки. Это не считая средств муниципальных и областных. Мы планируем выполнить не менее 124 дворов. Почему говорю не менее? Потому что торги прошли, появилась экономия, будут дополнительные дворовые территории включены в программу. И не менее 32 общественных пространств. Всего за время реализации программы благоустроено больше 130 скверов и парков, более 500 дворов. Успешно продолжается в регионе и реализация проекта «Чистая вода». 13 объектов уже введены в эксплуатацию. Всего в рамках программы планируется построить больше 150 объектов. Екатерина Зойдина, Денис Пашков. События. Брянск.